спрятался в общем всем большой привет сегодня снимаю видео о расхламлении под название вы поняли что это не тусы носки и лифчики это платье никого кот не раздражает сзади так вот вот в этот понедельник у меня случился истерический припадок на тему нечего надеть у меня было торжество муж позвал в ресторан а я считаю что если у вас есть повод если вас позвали на свадьбу на какое-то мероприятие у вас день рождения то есть вы куда-то выходите в люди мне кажется нужно надевать платье то есть не какой-то там костюмчик не юбку блузку а именно вот платье и это какое-то ну это правильнее может быть это стереотип подождать чтобы он ушел чтобы не отвлекал нас никому не мешает код так вот открываю я свой шкаф в котором висят только платья там и летние и все 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 целый шкаф меня посвящен платьем я его открываю понимаю что ну надеть то нечего висит у меня одно прошлогоднее в котором я праздновала день рождения в прошлом году но не надевать же мне его ну к тому же мы идем в то же самое место то есть ну куда умея в семье шучу просто не вне суть неважно и в общем открываю я чертов шкаф который забит битком а выбрать нечего висят платья 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 летние не подходят у нас как бы моё день рождения всегда выпадает на крещенские морозы то есть ну идиотизм на мой взгляд надевать платье там на лямочках какой-нибудь открытое ну то есть платье должно быть с рукавом пусть хотя бы кружевным и нелетние у меня таких всего два одно прошлогоднее как я уже сказала и одно которое я забыла и я его нашла в общем я решила проведу ка я ревизию небольшую выкину ка я немножко платьев которые я уже точно знаю носить не буду а которые висят и создают видимость обманчивую что у меня куча платьев поэтому сейчас я принесу зеркало надеюсь солнце нас не подведет и покажу вам на себе и расскажу почему я больше не хочу их носить крадется ну это изюминка в видео да в общем буду сразу наверное показывать на себе а то как вы подумаете что я выкидываю хорошие вещи на самом деле нехорошие они начнем а заодно я их все перемеряю напоследок так сказать чтоб остались в памяти лот номер один это вот такое платье из магазина love republic какие у него минусы во-первых руку можно поднять только вот так дальше она не дает во вторых вот эти штуки все время спадывают их все время нужно как-то держать вот так поправлять плюс его все время нужно отдергивать она задирается и основной минус когда я иду на торжество допустим свадьба что-то еще планируется что я буду кушать в этом платье то есть нужно все время втягивать живот сзади она вот так и надевая такое платье не нужно удивляться что кто-то может подойти и спросить там сколько беру за ночь в общем какая-то п в общем это платье из магазина love republic я его не надевала ни разу и боюсь что это последний раз поэтому с удовольствием можно покрутиться сзади такая штучка в общем если бы я ехала сейчас в отпуск в паттайю возможно я могла бы его надеть это не на все включено потому что в нем не поесть мне ужасно надоели платье в которых нужно втягивать живот втягиваю я живот пожизненно поэтому у меня такой пресс с кубиками как бы все в порядке но как бы мне это она мне надо если я люблю покушать и приходя на торжество не планирую в чем-то себе отказывать поэтому с этим платьем я с удовольствием прощаюсь 1 платье номер два да но приличной длины но мне не нравится как она вот тут собрано и как она в груди тут непонятно что и в общем я его уже много лет не ношу опять же оно приталенное в нем не покушать а покушать я люблю и вот я в нем чувствую себя инстаграмной прошмандовкой вот причем на другие буквы на букву б п ш вот у меня такие ассоциации конечно можно было его оставить на фотосессию знаете там выгнуться красиво сесть но мне не нравится как она смотрится в плечах вот вот это в общем много лет уже не надевала это платье и глядя на него мне не хочется его носить какие-то не знаю и не хочу чтобы она у меня висела и создавала вид что у меня есть платье которое я не хочу надевать в котором я какая-то миледюга следующее платье вот такое оно тоже из магазина love republic как и предыдущие два шелковое платье приличное почему хочу от него избавиться и почему не ношу во первых руку можно поднять только вот так видите как натянулась ткань то есть больше руку не поднять до такой степени что в нем неудобно водить то есть вот это давит так что больно и плюс она как-то сидит подстреляно слегка талия чуть-чуть великовато и мне не нравится и плюс точнее еще один его минус в этом платье я как-то сходила на день рождение к своей свекрови и теперь когда я на него смотрю мне противно мне противно на него смотреть я сразу вспоминаю тот день хочу сказать ее мест в общем мне противно смотреть на это платье и вспоминать вот до такой степени у нас все на этом можно ставить точку много лет его не ношу она висит и вот стоит мне на него посмотреть и на меня нахлынувают такие вот мерзко вот я сейчас держу телефон кстати у меня рука вся больно руку вот как шьют в love republic хоть это платье из натурального шелка правда там полиэстер поэтому смысл этого шелка если к телу полиэстер гениально в общем я хочу это платье сжечь на самом деле до такой степени мне неприятно не стала застегивать сейчас его сниму и надо поскорее его снять следующее платье из магазина оделиск он нас покинул навсегда никто не пожалел в общем она все вот в такую рюшу вроде бы приличной длины но подкладка полиэстер оно все из полиэстера этому платью около десяти лет и около десяти лет я его не ношу не знаю почему то ли мне в нем как-то некомфортно из-за полиэстера то ли она делает из меня какую-то бледную моль незаметную хоть и розовый цвет но так сливается с кожей что и знаете для лета она слишком плотная то есть подкладка вот эти рюши и рукава открытые то есть в жару его не надеть сопрежь как я не знаю что поэтому ну хватит ему лежать лучше я куплю себе новое розовое платье которое буду носить с удовольствием а это десять лет ребят она лежит десять лет без носки все прощаемся пока пока следующее платье вот такое кажется что ты в нем такая испаночка но что-то у него не то стали вот она не то на бедрах не то в общем что-то непонятное а если его подпоясать то получается вот тут какие-то мешочки и плюс в нем не наклониться какое-то недоразумение я прекрасно понимаю почему я его купила это была распродажа это опять love republic этот хочется сказать несчастный я не знаю что делать с этим платьем я уже брала его в отпуск и ни разу не надевала у нас тут погода не позволит что такое в общем новом моде это платье стоит около 3000 кто угадает цену почем я его купила тому я переведу эту сумму на телефон внимание конкурс кто первый угадает почем тому будет приз на телефон давайте так до 14 февраля какое-то недоразумение полиэстеровое мужу она ужасно не понравилось он говорит фу не хочу я ему не нравится поэтому с поясом выносить не знаю зачем я тебя купила участвуйте в конкурсе я не буду подписывать видео конкурс мне не нужны знаете подписчики которые пришли тупо ради конкурса поэтому ну кто посмотрел тот посмотрел сколько вы дадите этому платью мне даже интересно переходим к следующему следующее платье вот такое кот пришел к нам секрет его в том что я его сшила сама надевала несколько раз его красиво с пояском вот так надевать и такое она я помню мне не хватало ткани и оно такое коротенькое получилось пару раз я его надевала и скорее всего больше не надену поэтому нужно его отпустить тут у меня такие стразики как показать такое знаете мое первое платье которое я сшила лежит оно у меня давно давно как-то так по ностальгии я думаю что нужно его отпустить вот такое следующее платье это какой-то кошмаров какого-то коричневого цвета что мне в нем нравилось это рукавчик я люблю такие рукава что мне не нравится этот цвет и вот эта вот штука привет советский союз ну и в общем я его уже несколько лет не ношу какое-то она уродливая как мне кажется я не вижу смысла его хранить о чем я думала когда покупала этот цвет коричневый цвет не кофейный он цвета какашки камера чуть-чуть искажает на самом деле вот ужас 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 избавляюсь с удовольствием от него последнее платье почему последнее потому что три или четыре я зажала и решила дать им еще один шанс пусть они еще годик полежат несмотря на то что несколько лет я их не ношу но я жадюга мне стало жалко их итак последнее платье вот такое оно из магазина мисс сейфрилд как-то так назывался он нас тоже покинул нас почти все магазины покидают лучше бы зара нас покинула честное слово кажется что милая платьица но это полиэстер и вот я она сейчас на мне и мне противно я не знаю как это объяснить но ужасные ощущения когда вот это платье на мне в них прям мне хочется его вот так вот разрезать и снять и выкинуть потому что я не могу понять что происходит но его ощущать на теле омерзительно я не знаю почему но полиэстер не могу носить его неприятно лежит она уже больше пяти лет я его не нашел потому что стоит мне его надеть походить буквально собираюсь пять минут и я начинаю в нем задыхаться вот я сейчас стою и мне хочется его поскорее снять поэтому что-то с ним не то не знаю как объяснить и глядя на него такие знаете противные чувства хочется подойти открыть окно и вздохнуть глубоко глубоко потому что что-то что-то пошло не так в общем вот такой вот такое у меня было расхламление сейчас сколько там платьев немножко платьев ну кое-что я зажала как я и сказала буду еще над ним чахнуть копеть фуф закончилось место но у меня есть расширитель памяти поэтому живем ну что на этом буду заканчивать всем спасибо что посмотрели надеюсь я кого-то из вас смотивировала на то чтобы избавиться не сколько от вещей а сколько от воспоминаний которые вот знаете это удивительно когда смотришь на вещь она у тебя вызывает такую бурю негодование или что-то такое плохое хочется чтобы окружали только хорошие вещи только вот глядя на которые вы бы думали какой у меня был тогда день прям ух на этом точно все всем спасибо за просмотр всем пока еще увидимся